Привет всем, с вами Никтос4. Сейчас я проведу обзор свежей игры FIFA 2011. Итак, я уже играл в эту игру. Как вы видите, она поддержана к задачности. Итак, сделаем его проще. Итак, запускаем игру. Перед нами появляются логотипы Games. Затем идет то, что все имена игроков залицензированы. Потом идут логотипы всех лик. Итак, перед нами главный экран. Итак, нажимаем на экран. Появляется главное меню. Первое это Kickoff. А здесь мы можем просто выбрать и сыграть любой матч. Как вы видите, здесь очень много лиг. Но, к сожалению, российскую я так и не нашел. Есть Бундеслига, Английская лига премьер. Есть Португальская, Бразильская лига, Мексиканская, Сириа и другие. Также есть Чешская лига. Также есть Rest of the World. Это клубы, которые не попали никуда. Здесь клубы из Греции, из Африки и из других стран, клубы, которые популярны. Итак, сейчас вернемся в главное меню. Также здесь есть все сборные, практически все, которые есть. Их здесь очень много. Есть и Российская сборная. Отселена она в 4,5 звезды. Итак, дальше Game Modes. Это режим игры. Есть кубки, есть лиги, и есть режим практики. Всегда можно начать новый кубок, выбирать какой кубок, выбирать команду и другое. Итак, снова вернемся в главное меню. Есть дальше кнопочка мультиплеер, но она пока что недоступна. и написано то, что Coming Soon, то есть появится позже. Дальше идут настройки. Здесь мы можем выбрать, сколько будет идти тайм, от 2 до 10 минут. Будет уровень сложности, потом можно включить и выключить оффсайды, наказания и травмы. Также можно выбрать камеру, высоту камеры, приближение камеры, также включить и выключить радар. И можно включить и выключить имена игроков. И всегда можно выбрать громкость музыки. Helping About — это информация о игре. Итак, давайте проведем какой-нибудь матч. Итак, сыграем за Манчестер против Тоттенхэма. Итак, мы выбираем, за кого мы будем играть. Так, за Манчестер играем. Дальше мы можем выбрать форму, выбрать стадион, выбрать погоду. Также мы можем выбрать мячик. Можем распределить игроков, тактику и стиль игры. Итак, давайте начнем. Итак, для начала нам показываются просто пятерные кадры и другие виды стадиона и игроков. Также здесь есть, конечно же, комментатор. Правда, конечно, на английском языке. Итак, вот перед нами основной экран. Здесь есть джойстик. Забросить. Кнопочка. Кнопочка паса. Кнопочка ударить. Итак, когда мы отводим достаточно далеко центр джойстика, то игрок начинает бегать. Если мы нажмем на экран два раза и будем бежать, то игрок произведет финт. Итак, давайте пройдем к воротам. Итак, и вот мы забили гол. Пока что все это выглядит легко, потому что мы играем на уровне легкий. И так, нам показываются повторы, информация о голе и другое. Итак, когда у нас нету мяча, то здесь есть кнопочка switch, то есть сменить игрока. Tackle это атака на игрока. И слайд это подкат. Итак, давайте еще разок. вы видите то, что вот финты при двух нажатиях на экран. а там никого не было. Итак, я думаю, вы поняли, в чем заключаются главные игроки, главный плюс этой игры, то, что график хороший, оптимизированный под iPhone 4, управление тоже отличное, нету никаких торможений. Также можно всегда отправить игрока вперед, если по флангу нажав на него. Если кто-то находится в офсаде, то загорается флаг. Если вы хотите сменить игрока, когда у вас нету мяча, то просто надо нажать на выбранного игрока. здесь, конечно же, есть штрафные, сбросы и угловые, но и они не так часто. Так, нажмем на паузу, посмотрим, что у нас в паузе. Здесь есть повтор последних минут игры. Здесь можно управлять командой, также можно распределять игроков, делать замены, выбирать игроков, которые пробивают штрафные, пенальти и другие удары, и выбрать стиль игры. Также есть снова же настройки, и есть информация о игре, в которой идет сколько ударов по воротам, владения и другая полезная информация. Итак, на этом я заканчиваю обзор свежеиспеченной игры от E-Games FIFA 2011. С вами был Никтос 4, iScientist.ru